Это таинственное число будоражит умы исследователей на протяжении нескольких веков. Одни считают его строителями раздания, другие называют числом Бога, а третьи, осознанно или нет, применяют его на практике и получают удивительные результаты. А Леонардо да Венчи утверждал, что это знаменитое число руководит всей Вселенной. Подробно о последовательности чисел Фибоначчи нам рассказали преподаватели кафедры высшей математики Саровского физтеха. Числовую закономерность в XIII веке обнаружил итальянский ученый Леонардо Пизанский по прозвищу Фибоначчи. Математик привел уникальную последовательность чисел, которые при постановке в ряд образуют линию цифр, каждая из которых представляет собой сумму двух предыдущих чисел. Соотношение рядом стоящих чисел будет составлять примерно 1,618. Эту закономерность можно увидеть и на другом примере. Если мы постараемся разделить буквально любой отрезочек в самом красивом возможном соотношении, вот так, чтобы прямо душа пела, играла, какие-то струны внутри резонировали, то мы обнаружим, что это соотношение будет выглядеть так, что большая часть так относится к меньшей, как к целой относится к большей части. Эту пропорцию еще называют золотым сечением. С точки зрения математики, это некая идеальная пропорция, к которой стремится все живое и неживое в природе. Согласно теории, соотношение частей тела человека от макушки до талии и от талии до пяток тоже соответствует последовательности Фибоначчи. Во время съемок мы решили проверить мою фигуру на идеальность. Чуть-чуть не дотягиваю по росту. В моем случае может помочь обувь на каблуках. На стремление людей обрести идеальные пропорции работают бьюти и фэшн индустрии. Зарабатывают пластические хирурги, программисты создают приложение для фотокоррекции. Золотое сечение отражает некую красоту и гармонию, которая присутствует в окружающих нас вещах, в природе, в том числе в строении тела человека. По принципам рядов Фибоначчи закручивается раковина моллюска, движется спираль ДНК. Древние греки построили Парфенон, а Леонардо да Винчи написал Джокондо. И даже яйцо соответствует этим пропорциям. Золотая пропорция, то есть вот это число еще называется золотой пропорцией, оно отражает, наверное, самый замечательный закон Вселенной – самоподобие. То есть малое подобно большому, большое подобно малому. И это развитие идет дальше и дальше. Вот как мы говорим по спирали, да, действительно по спирали, каждый маленький виточек спирали подобен большой. Расположение лепестков, бутоний, водоворот, формы галактики, зданий и все вокруг, так или иначе, подчинено этому закону. Последовательность Фибоначчи можно увидеть практически на каждом шагу. Например, в том, как растут ветви дерева. Основной ствол будет расти до тех пор, пока не создаст ветвь. Та, в свою очередь, создаст еще две точки роста. И так далее. Все о числах Фибоначчи выясняли Елена Грецкова, Евгения Шевцова и Сергей Рябов.